В Самаре он служил всего три года. Александр Синопальников возглавил областное управление наркополиции в 2010 году. Был переведен из Тулы. А в 2013 из-за тяжелой болезни ушел из жизни. Но именно Самара стала для него самым близким городом. Вдовая генерала вспоминает, что в трудную минуту друзья, коллеги, сослуживцы проявили участие и оказали поддержку. Особенно чуткими оказались врачи. Удивительные люди просто. Они поддерживали как могли, но и верили все. Вы знаете, верили в чудо. Зная, что с таким диагнозом столько долго прожить невозможно. А он прожил. У него такая жажда жизни была. Для всех, кто его знал, Александр Синопальников был не просто начальником, но и хорошим другом. Примером, каким должен быть настоящий русский офицер. Книгу воспоминаний о нем так и назвали. Товарищ генерал. Причем эти слова не как обращение к старшему по званию, а через запятую. Инициатором издания книги стал общественный совет при бывшем УФСКН. Идею поддержал губернатор, а презентацию книги провели в здании кадетского корпуса МВД России, чтобы новому поколению служивых было на кого равняться. Книга написана очень простым языком, доступным языком. И ребята, прочитав эту книгу, для себя очень многое поймут. Синопальников настолько здесь в этой книге многогранная фигура, а он, собственно, таковым и был. Столько каждый нового о нем рассказывает. Вот лично я общалась с одной стороны с Александром Владимировичем, работала вроде бы, да, как представитель общественного совета, а я нашла для себя столько очень интересного. В издании рассказывается и о наградах Александра Синопальникова, в числе которых Орден Мужества и Орден Почета. Но больше родные и знакомые любят читать строки, автором которых был сам товарищ генерал. При жизни он писал книгу, отрывки из которой опубликованы только сейчас. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Мы все больше и больше.